Приветствую вас, поскольку вы недостаточно взрослый человек, да, у вас есть и муж уже, да, у вас есть дети, что вы недостаточно взрослый, взрослый, взрослый человек. Вот. Я так подозреваю, что дело здесь не только и не совсем в том, что вы боитесь спать одна. Боитесь тишины. Ага, лично мне кажется, что здесь примешаны другие чувства, такие, как, например, чувство обиды на своих родителей, или может быть нежелание быть брошенной, страх быть брошенной и так далее. Я этого, конечно, не знаю и могу ошибаться, но что-то негативное у вас связано, скорее всего, с историей о том, как вы одна, ну, спите, скажем так. Вот. И если я прав, если это действительно так, если действительно есть какая-то история, то совершенно очевидно, что эту историю вы не пережили. И, возможно, даже не хотите переживать. Возможно, вы не хотите отказываться от этой истории, потому что вам она что-то даёт. Подумайте. Например. Вот. Просто. Например. О том, как вы взаимодействуете со своими близкими людьми. Ну, просто как? Как вы это, как вы это делаете? Вот. То есть я сейчас не говорю, например, о таких вещах, да? Там. Что вы делаете для них. Там. И так далее. Ага. Я сейчас говорю немножко о другом. Я сейчас говорю о том, насколько вы вкладываетесь в них, вот в своих родных. Насколько вы вкладываетесь, если вкладываетесь. То есть насколько активно вы это делаете? Да? Понятно, о чем я говорю. Насколько вам тяжело это делать? Например. Насколько вам бывает трудно? Да? Как часто вы просите помощи и просите ли вы помощи вообще? Вот. То есть я уверен, что если подумать, да? Если подумать, если вы подумаете, если вы дадите себе труд задуматься. Вот. Я уверен, что выяснятся очень интересные моменты. Такие, ну, как, например, то, что вы мало заботитесь о себе. Вот. Например. Мало что-то делаете для себя. А, значит. А, например, вы, там, допустим, склонны к, эм. К тому, чтобы жертвовать. С собой. Возможно. То есть это все вот такие моменты, на мой взгляд, достаточно важные, на которые нужно обратить внимание. В любом случае. Вам. Да? Ну, потому что, это важно. Это важно для вас. Опять же. Ну и вот где-то там, где-то в этих вот моментах, связанных с тем, как вы ведёте себя в семье. Где-то там и кроется ответ на вашу лапу. Как не парадоксально это звучит. И конечно же, бороться ни с каким страхом не нужно. Именно бороться. Вот не надо бороться ни с каким страхом. Потому что бороться, любая борьба это спасить с подавлением. Вот. То есть вы уже, ну мне кажется вы уже достаточно много боролись, мне кажется вы уже достаточно много подавлялись, чтобы подавлять ещё. Вот. Поэтому не увлекайтесь с подавлением. Наоборот нужно раскрыть, для чего вы это делаете, что вы хотите через это для себя получить и так далее. вот. Ну и увидите как откроется, в общем-то не самый приятный может быть аспект, но по крайней мере это будет честно. По крайней мере. По крайней мере это будет честно. С точки зрения вот именно честно с собой, да, это будет очень честно. Вот. Вы сможете понять, что за всем этим стоит и что вам-то собственно нужно. Вот. Что даёт этот слаг? Вполне возможно, что совершенно незлуженно вы боитесь одиночества и вполне возможно, что вы хотели бы быть одна, но боитесь этого, запрещаете себе это. Ну то есть тут вот, тут вот гадать, да, именно гадать. Можно на самом деле довольно много, именно гадать. Мне бы не хотелось гадать. Вот. Поэтому поработать с психологом, да, всё выяснить, как обстоят дела, что и как. Но это вполне себе можно. Это вполне себе можно. Вот. Поработать, посмотреть, как, что, к чему, что с чем связано. Вот. Это можно. И даже нужно. Для вас. Вот. А дальше уже, что делать с этим вы, я думаю, решите для себя сам. Ну я так думаю. По крайней мере. Вот. Для начала, конечно, вот, природу вашего страха нужно разбирать. Потому что ребёнок, он боится всегда, не просто так. Вот. Ребёнок боится ради своей выгоды. Вот. Он даже, даже даже, изначально, когда боится как каких-то вещей, да, серьёзных, боится только потому, что родители, так сказать. При том же сам, да, ребёнок, не в состоянии понять, что плохо. Ещё, у него нет таких, ну, ресурсов. Вот. Ну, ребёнок видит, что родители пугаются, он не хочет, чтобы они пугались, и, соответственно, ведёт себя так, чтобы они, родители, в смысле, были довольны. Вот. И его, знаете ли, ребёнка можно в этой ситуации понять. Так же, в принципе, я думаю, и вы, тоже, вот, вели себя, примерно, таким же образом, похожим образом. Вот. Не только сейчас вы считаете, что просто боитесь, вот. Сейчас вы считаете, что просто боитесь там чего-то. что-то. Вот. Ну, это, вообще, коррекция, вообще, получается. Потому что, если вы себе признаете, что страх вам нужен для чего-то, да, то, получается, что из зоны комфорта, да, из привычного такого состояния своего, вы выйдете, вот. Вам это не очень хочется, хочется делать. Вот. Я вас понимаю, я вас понимаю, я вас понимаю. Ну, только сейчас, и вы понимаете, что слишком много, ну, забрать, слишком много этого, это, это стоит для вас. Вот. С вами, наверное, и обратились, обратились к нам. Ну, можно помочь, можно помочь. Обращайтесь к любому из специалистов, вот. Поможем, разберем. Другое дело, что этот процесс, может быть, будет, такой-в-такой, не самый быстрый. Потому что это требует, ну, требует определенного, определенного времени. Но это уже. Ну, это уже. Это уже вам решат. Вот. Надеюсь, понятно. Что-то я хотел сказать. А, если у вас остались вопросы, дополнительные пишите личку в ударопоматч. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. вот. А, еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. А, что важно? Да? Вот. Прям очень важно. Это, чтобы вы, чтобы вы, ага, не пытались побороть свой страх. Как бы вам не казалось, что это, вот, правильная, нужная, важная цельная цель, вот, нужно еще побороть. То есть, вот, вы боитесь, да? Позвольте этому страху, а, как бы, ну, вас накрыть. Позвольте ему, а, охватить вас. Вот. Позвольте ему это. Позвольте ему это, да? Позвольте ему это. И себе, соответственно. Тоже. Позвольте. Это. Сам, а, вот, самой себе. Просто. Позвольте. 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 Позвольте, что, о чем вас страх говорит, о чем вас страх пытается сказать. Он же ведь даже видно, да, что пытается что-то донести, донести до вас. Вот. Вот. Позвольте. Соответственно. То, что вам нужно сделать. Я понимаю, что это не всегда легко. Я понимаю, что это совсем даже нелегко сделать. Вот. Но это то, что все же нужно. Это то, что вот все же нужно вам сделать. Здесь и сейчас. Вот. Понятно. Я надеюсь, что мы запросим. Я вам желаю всего доброго. Я вам желаю удачи. Я вам желаю разрешения успешного. Вашей истории. Вот. И надеюсь, что, в которой вы будете жить полной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова